Дорогие друзья, я хочу представить сегодня доклад на тему IE в CICD в Алтай. Алтай – это крупный проект, над которым мы работали в течение прошлого года довольно большой командой, которая в лучшие дни насчитывала полтора десятка человек. В рамках этого проекта мы продолжали развивать инфраструктуру Grid Dynamics на базе OpenStack. Задача была упростить настройку и апдейты OpenStack, сделать его удобным для конечного пользователя, который должен с легкостью запускать виртуальную машину. Поскольку OpenStack находится в недостаточно зрелом состоянии, он не слишком стабилен, поэтому наш клауд был предназначен прежде всего для девелопера, которым нужна возможность очень дешево развиваться в среду, запускать виртуальные машины, которые могут неожиданно падать, но это обычно не причиняет особого вреда. В ходе разработки нашего проекта мы столкнулись с тем, что у нас колоссальное количество разнообразных артефактов, которые будут применяться в сведе Red Hat или Cintus, как в нашем случае. У нас существует большое количество гидровых репозиторий, часть из которых поддерживается комьюнити OpenStack, которая насчитывает десятки крупных корпораций по всему миру и сотни тысяч разработчиков. Кроме того, мы сами в рамках Grid Dynamics разработали набор специфических для Altair программ, которые решали такие задачи к мониторингу или новый пользовательский интерфейс, который уже предоставляла комьюнити. Все это должно работать под управлением CentOS или Red Hat, поэтому мы должны все это упаковать в RPM-пакет. И, разумеется, как OpenStack, так и наши собственные разработки требуют большого количества специфических зависимостей, часть из которых можно достать в EPL, а часть приходится собирать вручную, например, из того, что можно найти в сети или в GDOR, и распространять самостоятельно. Итак, у нас имеется большое количество гидовых репозиториев, над которыми работают очень разные люди. Это и комьюнити, это и совершенно разные члены команды. И нужно как-то дать возможность им работать, с одной стороны, независимо, а с другой стороны, контролировать весь этот процесс. Чтобы мы в каждый момент времени могли точно сказать, в каком состоянии находится каждый из наших репозиториев в том или ином релизе. Чтобы не оказалось так, чтобы разные проекты станут не совместивыми друг в друга. Altai насчитывает более года разработки, и примерно первую половину года мы пользовались другой билд-системой, не той, о которой я хочу вам рассказать. От этой билд-системы мы довольно скоро устали, и назрела проблема разработать новую. Когда мы вселились за разработку, у нас тут примерно месяц до того, как начнется активное написание кода, и мы взяли за основу два принципа. Первый из них это бритва Акама, не умножать сущности без необходимости. И второй принцип, все уже было изобретено до нас. Первый принцип означал, что мы должны как можно больше использовать опыт уже существующих дистрибутивов и команд, и если есть какие-то свободные инструменты, мы должны их обязательно использовать, а не изобретать свои. Вроде все просто и очевидно. Ну а второй принцип нам пришлось опровергнуть. Потому что даже когда в нашей команде появился опытный ментейлер из альтов Ваня Мельников, он только подтвердил, что проблемы, с которыми мы столкнулись, это проблемы распространенные, и красивого, элегантного и популярного решения в них нет. Так что велосипедов мы не изобрели, нам пришлось изобрести заново некоторые детали процесса и инструмента. Что, в принципе, хотели наши пользователи? Как видели мы в управлении релизами Алтая? У нас имеется некоторый мейнстринг, в котором последовательно сменяются версии. Мы хотим обеспечить стабильное обновление между разными этими версиями, то есть админ может всего лишь выполнить одну-две простые команды, и в автоматическом режиме его клауд стабильно обновится на новую версию. При этом мы должны поддерживать какие-то возможности для специфических компаний, которые хотят себе особую версию Алтая. Это пользователи-любимчики в голубой ветке внизу экрана. Для них мы выпускаем собственную версию, и затем мы снова продолжаем ее апдейтить. Это будет независимая ветка отдельных релизов. Ну и в конце концов у нас может быть очень осторожный и боящийся перемен пользователь, который не хочет перейти со своей версии 1.0.1 на более свежую 1.3.1, а хочет только бэкпортов BagaFix. А новые фичи ему не нужны. Тогда мы специально для него выпускаем специфическую версию. Он опять-таки проходит обновление и остается доволен. То есть у нас в каждый момент может быть большое количество релизов, на которые мы работаем партнерами. Что требуется для наших разработчиков? Это простота, автоматизация и гарантии. Простота в том, что нужно знать очень небольшой набор простых команд, которые выполняют все, что вам нужно. Ни в коем случае не надо вручную заниматься с кайбаками и устанавливать на режиме. И на режиме. У нас есть из-за работы, которые нужно протестировать все, что проходит. И унит-тесты. Есть и интернационные тесты, которые тоже должны быть очень легкие к запуску. Должен быть грамотный процесс код-ревью с легкой возможностью оповестить всех, что ты написал новый код. Обязательно должна быть возможность сказать, что ты разработал код для нескольких репозиторий. И соответственно, ревьювер должен иметь возможность посмотреть на изменения в этих нескольких разных репозиториях. Нужно видеть, как эволюционирует код, с чего ты начал, как ты принимаешь из комментариев интернеров, которые предлагают что-то поправить. В общем, вполне простая задача, которая возникает в разработке множества разных проектов. Ну и наконец нам нужна очень простая интеграция, чтобы любой разработчик разрабатывал код так, чтобы не вредить всем остальным. Классический CICD. Теперь посмотрим на доступное решение, которое мы использовали для того, чтобы не изобретать велосипед. У нас с самого начала было довольно много возможностей для выбора. Собственно, мы не сомневались в том, что будем использовать DIT как инструментарий для управления версиями. И я хочу признаться, что пока я работал над AER, я разработал код для нескольких репозиторий. И соответственно, ревьювер должен иметь возможность посмотреть на изменения в этих нескольких вопросов. Разных репозиторий. Нужно видеть, как эволюционирует код, с чего ты начал, как ты принимаешь из комментариев интеграторов, которые предлагают что-то поправить. В общем, вполне простая задача, которая возникает в разработке множества разных проектов. Ну и наконец нам нужна очень простая интеграция, чтобы любой разработчик разрабатывал код так, чтобы не вредить всем остальным. Классический CICD. Теперь посмотрим на доступное решение, которое мы использовали для того, чтобы не изобретать велосипед. У нас с самого начала было довольно много возможностей для выбора. Собственно, мы не сомневались в том, что будем использовать DIT как инструментарий для управления версиями. И я хочу признаться, что пока я работал над АЕРом, я полюбил DIT гораздо больше, чем когда бы это ни было. Оказалось, что это необычайно мощная система, в которой есть практически все, что мне могло бы потребоваться. Впрочем, то же самое я могу сказать про BASH. И вообще, наши скрипты АЕРа можно использовать в качестве демонстрации некоторых интересных и полезных возможностей, как DIT, так и BASH. Итак, с чего мы начинали? У нас есть множество сопряженных DIT-овых репозиториев. Есть два простых свободных подхода к тому, чтобы управлять ими. Во-первых, можно использовать встроенную фичу DIT-ов. Это DIT-овые сабмодули. Второй способ использовать инструментарий REPO, который был переменен для свободного проекта Android с той же самой простой целью. У нас есть десятки и сотни репозиториев, нужно управлять ими всеми. В чем разница между этими двумя подходами? В том, насколько сильно они привязывают разные репозитории друг к другу. Представьте себе процесс разработки в Android. Вы работаете над какой-то частью подсистемы, и вас не слишком-то касается, что происходит во множестве других репозиторий. Вы можете быть мейн-тренером какого-либо определенного репозитория, добавлять туда новый код, и по-прежнему не обращать внимания на все остальные репозитории. А процесс интеграции мы откладываем как-нибудь на потом. DIT-овые сабмодули предлагают совершенно другую степень связывания. В каждый момент главный репозиторий сообщает, в каком состоянии находится подчиненный репозиторий. Если у нас есть состояние главного репозитория, мы можем точно сказать, чем занимаются все остальные. Не может быть так, что у нас было два репозитория, один с клиентом, а другой с сервером. В результате апдейта репозитория с сервером, клиент становится с ними совместим. Обязательно есть главный репозиторий, с которого будет сообщено, что клиент был обновлен и сервер тоже обновляется. Итак, мы выбираем готовые самодели. Чтобы хранить код, мы используем Gerrit. И Gerrit же используем для кода леви. Gerrit – это решение, которое применяется в комьюнити OpenStack для того, чтобы работать над OpenStack. Оно пришло как дальнейшее развитие процесса разработки. Первоначально ребята из OpenStack использовали GitHub, и это было весьма неудобно, поскольку GitHub вряд ли можно назвать хорошим инструментарием для того, чтобы проводить код-реби. Итак, мы взяли Gerrit. Это был инструмент, который достаточно знаком для некоторых членов команды, и несомненно полезен, потому что он используется и в OpenStack, и опять же в том же визвесущем Андреуде. Для того, чтобы проводить автоматизацию, мы используем Gentiles как свободный инструментарий, хорошо интегрирующий с Gerrit. То есть в Gentiles мы легко заводим джобы, которые реагируют на добавление новых коммитов в Gerrit, и запускают для них автоматические тесты, а также запускают в руку пакета. После этого вам остается только дождаться окончания сборки, получить URL, в котором лежит ваш собственный девелоперский депозиторий, вы занимаетесь тестированием того, что вы написали. Собственно, выбирать Baggage Management System было не из чего. Мы работаем в Red Hat CentOS, соответственно, мы используем RPM плюс U, со всеми их преимуществами и недостатками. Дальше перед нами стояло два специфических вопроса для сборки бинарных пакетов и сборки source пакетов. Можно было использовать инструментарий Gear, который разработали, но мы сочли, что он для нас слишком сложный, поэтому мы разработали необычайно простое кастомное решение, состоящее из нескольких десяток строчек кодом BASH. Ну и, наконец-то, нужна сборка бинарных пакетов безопасности среди. Это, опять-таки, специфические вопросы, но здесь мы, наконец-то, выбрали готовое решение Mock, который использовался в Fedora и доступен в AppStream-репозиториях E-Pay. Можно было, конечно, выбрать, что там будет более сложное и специфическое, но для наших нужд прекрасно хватало Mock на одну машину. Давайте теперь поговорим о том, как мы будем возиться с AppStream. Как я уже говорил, у нас имеется несколько репозиторий, в которых поддерживается комьюнити. Война с комьюнити — это всегда большая головная боль. Мне приходилось быть мейтенером нашего проекта, и пришлось натанцеваться с AppStream, который идет вперед, очень и очень сильно. Всегда, когда мы начинаем воевать с комьюнити, очень хочется остановиться и поискать другого пути. Какие у нас есть, в принципе, возможности? Во-первых, мы можем поддерживать патч-файлы. Простые текстовые файлы, патчи, которые мы будем потом накладывать на AppStream-репозиторий. Оказывается так, что AppStream идет вперед, и патчи становятся несовместимыми с текущим кодом. Вам приходится снова их редактировать. Хорошо, что гид это кое-как упрощает. В конце концов, выливается эта головная боль в войне с патчами. Второй вариант – это выполнять обыкновенные менеджи разошедшихся редок. У вас получается история локального репозитория, похожая на железную дорогу, по которой, в принципе, не слишком-то видно, чем конкретно отличается ваш личный репозиторий от того, что написал о комьюнити. По-моему, он называется патч-вс-форк. В Япу выбрали, кстати, патча, и можно посмотреть, как бы, с моей точки зрения, это неудобнее. И третий вариант – это вместо того, чтобы воевать с комьюнити, давайте его возглавим. Давайте будем пушить наши собственные патчи в AppStream. Это процесс, конечно, затратный, зато там, когда вы, наконец-то, запихнули свой патч в AppStream, с вас практически снимается необходимость мейнтейнить его. Собственно, это мы зачастую попытались сделать, и именно так в комьюнити появлялись наши огромные коммиты по включению специфических возможностей, от которых сначала AppStream в CDWK открещивались, а в конце концов, все-таки, через полгода принимали. Кстати, ребята из Альтов сообщают на своей Вики, как они сами боролись с подобными проблемами. У них тоже AppStream, и у них тоже, собственно, дистрибутить. Они предусмотрели множество разных вариантов мейнтейнга патчей, написали большое количество инструментария на паше, который ворочает всеми этими патчами и пытается упростить жизнь мейнтейнера. Мы на это посмотрели, поняли, как все в мире плохо, и решили, что нам нужно простое решение, которое мы можем понимать и мейнтейнить. В общем, мы в основном пухали в AppStream, и за редким исключением мы выполняли с ним мерджи. Теперь немножечко о технической стороне гитровых сабмоделей. Сабмодели сейчас, пожалуй, мало используются, поэтому я хочу коснуться их специально. Что представляет собой гитровые сабмодели? У нас есть какой-то репозиторий, который считается главным, и в нем имеется структура собственных каталогов. Один из этих каталогов мы заявляем корнем другого репозитория. Это примерно как, если бы мы монтировали одну фразовую систему на какой-то существующий каталог. И в это место мы приклеиваем какой-то репозиторий любого происхождения. Главное, чтобы он управлялся битой. Мы сообщаем, что вот этот каталог соответствует репозиторию вот по этому пути и вот конкретному коммиту в этом репозитории. То есть мы очень жестко привязываемся к тому, в каком состоянии находится этот каталог. Это та самая жесткая гитровая сабмодель, о которой я и говорю. Располагая набором каталогов, которые связываются на коммите, мы всегда можем точно сказать, в каком состоянии находятся все наши вложенные проекты. Обложенный проект живет своей жизнью. У него может быть, собственно, репозитория на гитхабе, у него может быть, собственно, апстрим, который продолжает идти вперед. А мы с вами заморозились на какой-то старый его коммитинг и гарантируем то, что вы на этом коммитинге репозитория работает коллега. Пойдемте дальше. В принципе, достаточно простая на третий день для понимания картинка, в которой у нас код находится под управлением гитта, происходит ревью при помощи герета. Результаты нашей успешной работы берутся на гитхабе. Проверкой занимается джентрис, которым имеет доступ в мейн-тренеры. Ну и система МОК обеспечивает нам проведение сборки и тестирования в чистой среде. То есть каждый раз МОК разворачивает маленькую чистую машинку, вернее, это не совсем машинка, а через инвалид. И в этой чистой среде мы можем провести совершенно честное испытание того, что мы написали. Теперь давайте посмотрим на сферу влияния. В нашем процессе работы с Альером существует две основных гипостаси. Это мейн-тренер и девелопер. Мейн-тренер и девелопер работают с гитловыми репозиториями, РПМ-ками и инсталляциями OpenStack'а и Altair в целом. Причем мейн-тренер заботится о публичных репозиториях и проверяет конечную инсталляцию. Он обязательно посмотрит на то, что все тесты прошли успешно. Ну, а девелопер в то же время может выполнять все те же испытания на своих локальных репозиториях и локальных инсталляциях, которые, в принципе, почти ничем не отличаются от конечных. Посмотрим на воркфлоу для мейн-тренера. Альер в переводе с испанского означает «вчера». Такое название я ему дал по двум простым причинам. Во-первых, оно начинается на А, то еще та же, как проект Алтай. Во-вторых, каждый раз, когда я спрашивал нашего менеджера, Дима Масленникова, а на какой срок нужно сделать эту задачу, Дима очень просто говорил «на вчера». Вот, собственно, репозитория называется AER, инструменты для мейн-тренера AER, а инструменты для девелопера называются ONU, то есть сегодня. Потому что мы, девелопер, не нужны работать именно сегодня, а и вчера. Инструментов достаточно много. Все они написаны на башу. Распространяются под лицензией Apache 2.0 и выложены на гитхабе нашего проекта Алтай. Инструменты для мейн-тренера достаточно богаты, но здесь я расскажу всего лишь о трех из них. Первая задача мейн-тренера – это создать трамп. Создание трампа очень просто. Вы говорите, на чем вы будете базироваться, и как назовете вашу целевую версию. Здесь, например, в примере я создаю трамп для версии 1.02, и новая версия будет называться 1.2.3. При этом происходит сборка нового трампа, все пакеты будут маркироваться новыми версиями, и вы будете всегда точно знать, что вы работаете с дополнительной версией всего Алтай. Затем у нас цикл. происходит разработка новых фичей, опять-таки, множеством разных разработчиков. Каждый раз фичи проходят код-ревеал, и когда фичи готовы к прием, мы вызываем команду AER-акцент с указанием коммита в главном репозитории, который нужно будет принять в трамп. По одному только коммиту главного репозитория мы восстанавливаем состояние всех вложенных репозиториев, соответственно, мы знаем, куда они перейдут. Дополнительная проверка время AER-акцента – это то, что происходит фаст-форвард при выполнении продвижения трампа вперед. То есть ни в коем случае не должны происходить марш-конфликты. То есть благодаря этому наш код становится гораздо проще для понимания. Если мы посмотрим на историю готовых коммитов, то она будет ровная, как ствол сосны. А вовсе не железная дорога, которую я представлял, например, на предыдущих слайдах. Ну и, наконец, когда мониторинер полагает, что пора выпустить релиз, он дает команду AER-релиз, которая соберет пакеты в их релизном исполнении. Оно отличается от мониторинерского исполнения только тем, куда идет еврей для установки. Поскольку мы работаем с юбом, мы будем ставить репозитории используя по такому HTTP для доступа к ним. Репозитория выкладывается по разным путям. Ну и вот эти самые пути и ели. Служат различием для прилизных и девелоперских версий. В любой момент какая-либо фича была не принята. У нас всегда есть репозиторий девелопер, в котором есть пакеты с этой фичей, и репозиторий трампа, в котором есть пакеты без этой фичи. И эти репозитории отличаются друг от друга только своим местоположением. Мы можем совершенно равно ставить Алтай и оттуда, и оттуда. Девелоперские бург-фоу немножко посложнее, потому что девелопера приходится больше фантазировать, чем проверять. Девелопер решает, какую фичу ему нужно создать. Он выбирает для нее простое название, например, new button, и запускает команду в его своем гитовом репозитории. Команда будет называться ой-фича. Опционально можно указать трамп, для которого будет создана фича, но поскольку мы всегда работаем над одним и тем же трампом, то обычно он легко восстанавливается по умолчанию. Мы запускаем локальные тесты. Мы запускаем команду, которая на локальной машине соберет рпмки. Это тот же самый процесс, который будет запущен на целевой машине при окончательной сборке. То есть мы видим именно те ошибки, которые возникают при сборке ваших пакетов. Мы коммитинг тоже у нас получилась. Отправляем при помощи команды ой-оплот все это на ревью в герри. При этом все подоснованные коммиты будут маркированы нашей фичей и при помощи все того же герри очень легко освидеть все коммиты, которые поощрены какой-то определенной цели. Затем у нас есть цикл на неопределенное количество итераций, когда мы выполняем модификации наших коммитов. В конце концов, мой тренер выполнит акцент, и вы можете приступать к работе на другой фичи. Более того, вы совершенно спокойно можете при помощи той же команды ой-фичи переключаться между разными фичами. В принципе, это реализованное переключение между разными бранчерами и детей. И работать над разными трампами в то же самое время. Здесь я привожу явки и адреса. АЕР, как я уже говорил, выложен на гитхабе. Собственно, самым большим в его недостатке является слабая документированность, потому что мне, например, чтобы приготовить демонстрацию на сегодня, хочу потратить около часа, чтобы вспомнить, что куда нужно ставить. Есть блог нашей команды, в котором написали о том, как применяем АЕР. Ну и я собираюсь в своем собственном блоге написать еще одну или несколько статей о том, как АЕР ставить и использовать. Потому что надеюсь, что он может пригодиться в множеству разных проектов. Особенно хорошо чувствуется недостаток АЕРа, который работает с чьей-то и другим. Ну и моя почта, Arlaton.inus, это Mail.com. Теперь давайте посмотрим на то, как ведет себя АЕР в работе. Вот, собственно, репозиторий самого АЕРа. Вы видите, здесь большое количество скриптиков. Обратите внимание, что скриптики не такие уж и большие. Я написал демку, которая состоит из двух гитовых репозиториев. Как выглядят эти репозитории? Это очень просто. Вот главный проект. Он весьма простой структуры. У него есть чинжелок. Чинжелок, кстати, генерируется автоматической при помощи того же АЕРа. И включает в себя информацию про коммиты в обложенных проектов. То есть, когда вам нужно записать новый коммит, вы спускаете простую команду, она пройдет по вашим изменениям, и сгенерировать чинжелок очень просто. В принципе, АЕР во многом писался из-за линии разработчиков, которые не хотели по-глубу выполнять рутинные действия. Форс лицензием и рядми. Здесь все опять-таки очень просто. И спека, который находится в корневом проекте. Спека, потому что мы используем Red Hat CentOS. В принципе, АЕР полностью привязан к Red Hat CentOS в этой части. Но, если будет такая необходимость, его легко пересадить на что-нибудь другое, например, на те же Debian пакеты. Вот, под каталог Repos, здесь есть один под-репозиторий, где он тоже есть собственная спека. Такой простенький файлик, лицензия. Вот мы используем простую команду Red Hat CentOS в модуль статус, которая показывает нам, какие коммиты соответствуют нашим вложенным репозиториям. А заодно и какая ветка там выбрана в данный момент. Вы можете использовать и родной инструментарий гита, и инструментарий ой, который с гитом совместим, и никаких волшебных действий, которые ломают гит, с ним не проделывает. Можно посмотреть лог главного проекта. Здесь я выполнил несколько простеньких коммитов. Можно посмотреть статус по помощи команды ой статус. Который сообщит нам, посмотрите, пожалуйста, по каким пользователям вы ходите в Герит, где находится корневой репозиторий. Давайте мы сойдем сейчас в вложенный репозиторий. Та же самая ой статус скажет нам, что корневой репозиторий это прежнему ой, аер мейн. Целевой транк, для которого вы сейчас ведете разработку. Ну и, конечно, бранча, которая соответствует фичеринг, в которой вы сейчас работаете. Вы можете писать ойUpload, чтобы отослать ваши результаты. ойUpload-p, специальная команда, которая покажет вам, что вы собираетесь отослать. То есть, претенд. Давайте, что мы здесь создадим. Добавим этот файл, закоммитим его. ОйUpload-p, он нам сообщит, что надо отослать парочку коммитов для репозитория аерсаб. Ну, если мы сделаем ойUpload, их отошлют. И здесь вы видите URL, который ведет на новую ченчу. Теперь я покажу вам, как выглядит гирит в процессе работы. Гирит весьма простенький, симпатичный инструментарий. Написан на Java, весьма приятен в использовании. Опять-таки, на третий день знакомства с ним. Поначалу, в части конфигурации это ужас-ужас. Но, поверьте, оно стоит того, когда вы начинаете им пользоваться. Давайте заодно из него выйдем. Итак, чтобы зайти в гирит, вы обычно используете какого-нибудь OpenID. Я сюда зайду с моим угловым родным ящиком. iLav0linus.com Здесь я могу просмотреть список своих ченчей, которые группируются в те, которые ждут ревью, и те, которые уже были недавно закрыты. Например, приняты в нашей репозитории. Вот наша новая фича. f Обратите внимание, что у фичи появляется change-id, который ее маркирует. Это маркер для самого коммита. Вы можете работать над этим коммитом несколько раз, выполнять новые и новые патч-сеты. Давайте мы сейчас заменим наш текущий коммит. Выполним еще раз команды upload. Перезагрузим страничку. Мы получили новый коммит. У него новый хэш. Это новый патч-сет, который отличается от предыдущего. Гирит распознает его как новую редакцию, потому что каждый коммит маркирован вот таким change-id. Вы можете просмотреть div для вашего коммита. Вы можете сравнить его не только с базовой версией, но также с предыдущей редакцией. Опять-таки, очень удобно. Каждую строчку можно комментировать и ставить нашим результатам оценки. Оценки касаются того, насколько код хороший сам по себе. Это код-ревью. И насколько хорошо код проходит тесты. Проверение тестов – это задача джентльса, которую вы интегрируете с нашим гиритом. Все коммиты маркируются топиком. Вы можете щелкнуть по топику и отыскать его среди прочих коммитов. Если мы напишем коммиты в нескольких разных репозиториях для одной и той же фичи, то вы будете видеть их все в одном списке. Это очень удобно как для майн-трейнера, так и для репьюгера. Ну и, наконец, все это можно собрать с использованием айеровского репозитория уже на стороне сервера. Это делает майн-трейнер при помощи джентльса. Ну и часть задач выполняется джентльсом автоматически. Например, если бы было необходимо, можно было прикрутить автоматическую сборку при создании каждого нового памятника. Давайте сейчас сгенерируем change-log в качестве завершения. Вот я задал команду o-change-log, она мне написала на экран, и заодно подредактировала файл change-log в корневом каталоге. Ну и здесь записано, когда, что было изменено, какие версии, обратите внимание, версии достаются из спеков, и какие коммиты были созданы для тех или иных репозиторий. Каждый пакет при сборке обязательно маркируется тем коммитом, с которым он был собран. То есть, поставив какую-то API, вы сразу можете сказать, какому гидовому репозиторию на соответствии. Опять-таки очень удобно. Вот такая история про АЕР. Одну из удачных частей АТАР. Собственно, сейчас во время доклада присутствуют все три его соавтора. Это я, Никита и Ваня Мельников, которые поддерживают нас из Саратова. Так что, прошу перейти к вопросам и ответам. Мы говорим сегодня про организацию CI-CT в проекте Алтай. Мы столкнулись с тем, что у нас есть множество взаимосвязанных гидовых репозиториях. Мы хотим собирать RPM-пакеты в автоматическом режиме и с легкостью устанавливать нашу систему целиком на чистых машинах, прогонять тесты для нее и иметь возможность работать над несколькими фичами в разных проектах в параллели. А что было до Алтая? А зачем он будет работать? Был инструментарий, который отработали наши друзья-истратором. Правда, не Иван Мельников, который пришел попозже. Этот инструментарий выполнял, опять-таки, автоматическую сборку при помощи джанинса. Любого года как такового у нас еще и не было. Максимум, что можно было это вытащить, посмотреть в себе гидовых историй или же гид-фами. И особая проблема этой использующей системы была в том, что очень часто вы наталкивались на то, что вы выполняете АММ собственную работу, меняете свой кабинет. В результате ломается система, потому что она неправильно чистит кэш. После этого вы обращаетесь к тому, кто обладает нужными знаниями, например, ко мне. Я достаю отвертку, лезу на удаленную машину и начинаю отверткой там этот кэш чистить. Разумеется, все это очень неудобно и, соответственно, делается каждый день. А кто ваша речь? А кто ваша речь? А кэш вашего репозитория, в котором вы написали команду. Репозитория, короче, совпадающая. А у нас комедийный, кажется. Ну, на самом деле, самый главный вопрос. То есть, ну, первое время, когда он большой тебя замечал, я просто, к сожалению, слишком поздно вот к нам пришел или анонсик был в 6 часов вечера. Когда у меня уже не было, он даже пошел в работу, и я сказал, что ты меня опоздал. Но это очень интересно. Есть ли записанные эти протоколы? Какие будут короткие реакции? Потому что много его интересов. Я сейчас записал скейкаст и видит оплаты. Отлично. В принципе, можно взять оплатки на ее время. Нет, просто если бы, мы могли хотя бы заплаты не анонсировать, то я думаю, что это будет. А каким образом, опять же, я не знал, что это не у вас? То есть, кто у вас сам спируется? Первый тест — это то, что они хотя бы корректно собрались. То есть, рабочий не нахомутал бы в том, что это, в принципе, может быть интерпретировано. Затем запускаются юнит-тесты в чистом инвариументе, который разворачивается в чешую цепь с помощью МОКО. Это в гиполевскими инструментариями. Ну и после этого можно выполнить инсталляцию, с помощью опять-таки, косты Jenkins' Джоуна, инсталляцию на свободные, полезные ноты, убедиться, что инсталляция прошла успешно, и попросить через тот же Jenkins вот для вот этой вот ноли выполнить функциональные тесты. Опять-таки, просмотреть в Jenkins'е лог всего этого тестирования. То есть, с вашей стороны, как разработчика, требуется выполнить несколько простых действий. Первое — дать на локальной машине одну команду по плот, ваш код уедет в репозиторий, там автоматически запускается сборка, потом вы, дожидаясь с конца сборки, идёте на Jenkins'е, говорите, я хочу поставить на вот эту машину, он ставит, и говорите, хочу сделать тесты для этой машины. Их, отоп-таки, просмотр. Ну и, соответственно, не было доделан курсов к интеграции, чтобы Jenkins'е автоматически накартовал, проводил деплоймент и сбрасывал результаты тестирования обратно в Kerit. То есть, оно было наброшено, было понятно, как его делать, но закончено оно не было. Уточню, юные тесты у нас проводились для ряда проектов, а функциональные тесты и интеграционные из-за своей длины и тяжести все-таки приклеили обратно. Да, я про интеграционные. А есть какие-то жёсткие требования к своим МТР? То есть, я думаю, что после проведения тестов, просто это не является, а не ставится человековое следствие. В этом не было депутатизма защиты. Если как-то создается новым лайнером, то они поставили, то это включается в свою сольвай. То есть, удаляется ли лайнером, или весь лайнером, или удаляется просто лайнером, раздаляется лайнером. Почему? Ну, просто дело в том, что использовал пункт серверов, и, ну, иногда это довольно тяжелая операция, и, по-моему, для создания новой сольвай, для лайнера. Вот, держав тот сольвай, который уже отходил, который был чистым, мы можем не спровеживать на сольвай сольвай, просто мы дополним то, что нам нужно, мы завершаем тест, проводим работу, устанавливаем дело, и соревновывал за счет, то есть нужно это ограничить. У нас была около десятка машин, на которые можно было по запросу поставить следы, раскатать алтай, после этого разработчик может беспокойно зайти и провести исследование, почему это не было поставить, то есть удаление того, что было поставлено только по желанию какого-либо разработчика. Нет, просто на самом деле, еще к чему вопросу, я слышал такое слово железный серверал, то есть, это руталка, это такая вещь, железно-серверная, это руталка. Для того, чтобы запускать руталку на машину, лучше всего располагать нормальной железной нодой, чтобы избежать проблем при паравертуализации раз, и при медленной работе в виртуальных интервью. Ну, то есть, фактически получается, что Энвард, это их шлоу-железе, это некая железа, на котором создаются конкуренные машины, на котором уже нажимаются. Есть железные машины, на ней установится Алтай, Алтай это приватный клад. там, здесь у нас машина, в ее автомате, он сказывается вход в камень, чуть поверх, ну, скажем так, подвижите, интересная причина, как нажимается, на 10-15. Это, как следует, как нажимается. Кто? Кто? Несколько, кто там, как заменить тесты по подмете виртуальной машины, виртуальной машины, ну, и тысячи нудачевалисты, а 15-15, а по поводу удаления Атумба, когда происходит в интернете в ретерполь, тот же термином процессе ВСОРПУД в бюджет, и другие активы, вообще, в маршизмах, целые баллы. То есть, очень интересно, все баллы. Это гораздо сложнее, чем простаривание, кладки, леса. Ну, вот поэтому, если у меня был вопрос, если у тебя шесткие мы не сильно требуем, Требовник к РПНКам нет никотина? Более того, в общем случае это плохо. Например, в классических случаях, с которыми мы сталкивались, если там РПНК чистит все возможные пайлы, которые она создает, в классических случаях мы поставили речь 1.0, в ней создали несколько заправок, и они фактически редакционируют. Вы хотите определить следующее? Фактически выполняется деинсталляция предыдущего проекта. Соответственно, ваши вербалки могут выйти в процесс. Нет, это правильно оборачивается в постепрестке. А если оборачивается, тогда они опять-таки не делают полную воду и возвращаются к этому. Нет, это как раз в постепрестке. Там просто проверяется, сколько копий. На самом деле, ну, я не знаю, сколько сейчас вопросов. Как ты говоришь, мы в свое время думали, что у нас будет умная и интересная РПНК, а потом мы отстрелили там практически все, включая автостарт сервисы. И мы написали специальный проект, так называемый Altai Installer, который при помощи шефа ставил Altai, конфидурировал все подряд, сделал с сервисом автостарт, кроме того добавил туда набор скиптов для апдейтеров с одной версией на другую. То есть, получается, он фактически ушел от РПНК, но в сторону шефа. Да. Почему? У нас большое количество сервисов, которые нужно поставить на больших количеств разных машин. При этом у нас есть не так-то много, около 20 параметров, которые нужно настроить. Ну, например, ваша управляющая оси, которая будет запускаться в ритуальную машину и так далее. Вы это можете легко оформить в виде человека читабельного JSON, дать подходить в инсталлятор, инсталлятор раскатать эти параметры и пропишет в нужный компьютер везде, где это требуется. Это лучше, чем управлять каждым проектом в единочку. На самом деле я, честно говоря, не совсем понимаю, потому что РПН – это просто пакет. То есть, шеф по большому счету все либо размачивает торговлю, и потом менять какие-то графики, либо просто поставить пакет и менять опять же какие-то графики. Нет, здесь вопрос не столько в чипе. Просто мы используем внешний оркестратор вместо конфигурационных скриптов внутри РПНК. Здесь нужно настроить взаимодействие, допустим, 9 пакетов с общими конфигурационными файлами, с какими-то общими секретами в разных местах прописанными. Делать это с помощью РПНК крайне неэффективно. Нет, я так понимаю, но дело в том, что, опять же, это же конфигурация, можно просто конфигурацию отправлять через чек. Без проблем. Просто я не совсем понял, а зачем вы эту фонку на ФРНК? Что-то еще лучше прожить на ФРНК. И что, на связи, извиняюсь, плохо работает микрофон, я недорослушал вопрос. Ну, я честно говоря, почему же запутался? Потому что я так понял, что от РПНК ушли в сторону чипа. Нет, смотри, есть набор нескольких китов. Из этих китов собираются несколько взаимодействующих компонентов. Каждый из компонентов клиент сервер может быть установлен на одной машине все, допустим, 10. Может быть, на 30 машинах оно установлено, размазано в ИЧ-режиме. Они друг от друга, в принципе, ну, они зависимы, они работают вместе, но они могут быть на разных серверах. У каждого компонента куча зависимостей. Которые тоже нужно подтянуть и проинсталлировать. И которыми тоже нужно управлять. Соответственно, было принято решение, что, поскольку мы делаем инсталляцию по R-Hill Basic системы, Совершенно естественно, какие паковать это в РПНК. Причем разные. Потому что теоретически они могут быть установлены на разных машинах. И оркестрировать инсталляцию сторонним продуктом. На самом деле там была разработана достаточно гибкая система инсталляции и апгрейда с версии этого. На самом деле все. Когда вы еще посмотрели, я понял, потому что я так понял, что вообще от этого, ну, отчасти, потому что люди отказались. Да, мы поймем, как минимум. Ну да, нет, это логично. А я там, где вы? Ну, я помню, как готова. Да, как готова. Еще вопросы. Это вопрос больше политический. Ну, Никита, кажется, работает над этим. Да, Никита? Опять-таки плохо работает микрофон. Какой вопрос политический? Никита, мы это сделаем у нас или нет? Использование АЕРа в рамках ЯФУ. Скорее? Скорее нет. Потому что правильным рамкам ЯФУ нужно использовать ЕСТ и все такое. И вообще правильный ТУЛ. Вот, допустим, ВАНЕН ТУЛ, вполне возможно, в ЯФУ приживется. У нас, простите, камерная презентация или кто-то. не из ЯФУ проекте их. Да, есть. Потом вырежет. Потом вырежет. Потом вырежет. ВАНЕН? ТУЛ ты там вырежешь? Ну... Интернал юмор. Это же все-таки конфиденция информация. ВАНЕН ЕВИКОВ. Да. Есть ли у тебя вопросы? Нет. Правильно. Потому что Ваня писал АЕР. Какие могут быть вопросы? Никита. ТАДА. Есть ли у тебя интересные вопросы? Ввиду дополнения. У меня контактный вопрос. Ты сейчас поднаковывал презентацию, надо полагать просмотрел, не появилось ли что-то новенького. Так вот, не появилось ли? Нет, Никита. Новенького пока не появилось. Во всяком случае, если и появлялось, то не слишком шумно. Печалька. Что поделаешь. Мне кажется, что стоит потратить несколько выходных на то, чтобы подписать и попиарить АЕР. Не, ну я могу дать такой забавный апдейт, что с тех пор, как мы писали АЕР, в альтерском гире появились средства переписывания ченджлога в спеке. Довольно забавное. Так что, если есть интерес, скажем, поддержки более-менее пристинных сорт с патчами, то ГИР снова становится интересным инструментом для этого. Каким образом происходит автоматическая генерация спектр? Каким образом происходит? То есть, фактически, каждый ГИР должен при своем хронике изменения, помимо всего прочего, нет еще спектр? Да. Вообще-то нет. Вы пишете спектр файл, в котором заполняете все, что нужно для сборки вашего пакета. Вы пишете версию, которая имеет какой-то смысл. Например, в случае с пакетом OpenStack эта версия соответствует году и кварталу. Поли-релиз заполняется автоматически сборочной системой. Она сюда прописывает ту версию, которая соответствует вашему Алтае. Ну и напоследок сюда, в ченджлог, последней записью в начале списка запишется дата сборки и коммит, на котором базируется ваша RPL. Вот, собственно, и все изменения, которые в нее были внесены. То есть, на самом деле, девелотеров такие действительно нужно будет писать спектр файл, при условии, что он стартует новый проект. А вот, как обойтись без написания спектр файлов, это еще один интересный вопрос, который был решен во время нашего Яку проекта, и мне пришлось подписать генератор спектр капиталовских пакетов, который бы работал хорошо. Кстати, работает он очень хорошо. Во всяком случае, он генерирует корректные спеки для примерно 30 пакетов депендентов OpenStack. И, конечно, я... По поводу того, то есть, практически... Ну... Редис, окей, это понятное, что это, с самым комплектом комплектом комплектом, но чемчего, по факту, тот скрипт был процесса седьмого момента, то есть, кей файл, сэмонименация, это не все. Нет. Чешлок там строится, это будет, там, становится по... И... Ну, то есть, что ты сейчас... Мы сейчас по чешлок говорим. По чешлок пакета или по чешлок от ПНК? Ну, по чешлок в пакете. То есть, а чешлок пакета... Нет. Есть чешлок программы, а здесь чешлок от ПНК. Ну, правильно. Пакет... Ну, здесь вы видите один чешлок. Вот. Это чешлок РПНК. А здесь вы видите совершенно другой чешлок. Это чешлок самого пакета. Я сейчас поговорю о спектфайле, и, естественно, чешлок РПНК. Если... Пон 스колько... Он... Он... Внимается... Не только еды смартфона, а еще и дог 성장ается, чем жел. Он практически у неё преимущеится... И вот этот, у кого-то сейчас, чешлок, он практически, имеется в виду к каждому пасу. Правильно? Да. по большому счету шаблон но изменения которые относятся исключительно для упрощения восприятия то есть изменение в процессе сморки пакета хорошо а что ты предпочитаешь упаковки то если бы была возможность выбирать между разными форматами нет но на самом деле это вообще очень такой пространный вопрос потому что если мы говорим только о что у нас нет это значит если нужно потом поговорить о массовых пакетах и у нас только в сисках то по грамоте ... Настя, есть какие-то вопросы? Спасибо за внимание.